Накануне открытия Мюнхенской конференции по безопасности, новый представитель форума Кристоф Хойсгин заявил, что для восстановления немецко-российских отношений необходима депутинизация России. Мы видим, насколько систематически работает путинская дезинформация об этой агрессивной войне в его собственной стране, как он манипулирует общественностью. Он хочет, чтобы люди поверили его нарративу о нападении Запада на Россию и о том, что нацисты снова нападают на неё. Я назвал это депутинизацией, которая необходима и будет нелёгкой. Кристоф Хойсгин, глава Мюнхенской конференции по безопасности, в интервью Deutsche Welle. Именно война России против Украины стала одной из основных тем первого дня Мюнхенской конференции. Форум открыли видеообращением президента Украины Владимира Зеленского. В прошлом году он присутствовал на конференции лично и ещё тогда призывал мир сделать всё, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России. Основной месседж Украины тогда заключался в том, что нельзя идти на уступки агрессору, удовлетворять его прихоти. В этом контексте можно сказать, что тогда месседж был услышан, после начала агрессии. Она была осуждена и после этого происходит нарастание как поддержки Украины, так и санкций против России. В этом году Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Российская Федерация планирует начать переворот уже в Молдове и вторгнуться на её территорию. Президент также призвал к общей решительности остальных государств. Нам нужно поторопиться. Нам нужна скорость. Скорость наших соглашений. Альтернативы скорости нет, потому что от скорости зависит жизнь. Любая задержка – это ошибка. Пока мы ведём переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Глава правительства Германии Олаф Шольц призвал всех западных партнёров ускорить, насколько возможно, поставку Украине танков, добавив, что Германия будет способствовать этому процессу, обеспечивать логистику и пополнение боеприпасов, а также обучать украинских военнослужащих. Все те, кто могут послать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербак и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать всё, что в её силах, чтобы сделать эти решения более лёгкими для партнёров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь, в Германии, или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики. Путинский ревизионизм не победит. Наоборот, Украина более сплочена, чем когда-либо. Европейский Союз един и поддерживает будущее членство Украины в ЕС. В свою очередь, президент Франции Манюэль Макрон, который ранее неоднократно выступал за продолжение диалога с Россией, сменил риторику. Во время выступления заявил, что переговоры с Москвой сейчас вести не время. «Мы должны активизировать наши усилия по поддержке Украины для того, чтобы она могла начать контрнаступление, чтобы одержать победу и начать процесс переговоров. Мы готовы активизировать наши усилия в течение следующих нескольких месяцев и недель, поскольку именно они будут решающими. Мы должны быть решительными». Как и в 2022 году, на Мюнхенской конференции не будет российской правительственной делегации, которую раньше традиционно возглавлял глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В этом году на форум приглашено рекордное количество российских оппозиционеров и активистов. «Приглашение российской оппозиции, по моему мнению, это действительно посыл. Но посыл не самому Путину, а посыл российским элитам, которым демонстрируют, что Запад не готов разговаривать с Путиным. Что для того, чтобы искать место будущей России, нужно работать не с современной российской властью, а с другими силами». На второй день конференции выступят вице-президент США Камала Харрис и британский премьер Риша Сунак. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в панельной дискуссии с Аналиной Бербак и госсекретарем США Энтони Блинкином. В этот раз Украину на конференции представят самая большая делегация за всю историю форума, включая министра обороны Алексея Резникова и других украинских политиков. Мюнхенская конференция по безопасности продлится до 19 февраля. Юлия Биль для телеканала Freedom.